Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы поговорим об особенностях Евангелия от Матфея. Традиционно особенности принято рассматривать по следующей схеме. Сначала говорят об авторе, потом об адресате, потом обозначает так называемую локальную цель написания Евангелия. Затем говорят о времени написания и рассматривают уже непосредственные особенности самого Евангелия, то есть которыми оно из числа прочих выделяется. И последний пункт — это символ этого Евангелия. То, что касается авторства Евангелия, то здесь, конечно, следует сказать следующее общее замечание ко всем авторам Евангелия. Ни одного имя из них в тех Евангелиях, которые они написали, не значится. Мы не найдем свидетельства, то есть того, что первое Евангелие было написано апостолом Матфеем. Но косвенные свидетельства все-таки в Евангелии присутствуют. Это, во-первых, список 12 апостолов, который имеется в первых трех Евангелиях, а также имеется он в книге Деяний, где апостолы перечисляются парами. И вот в данном случае во всех списках есть такая пара, как Матфей-Фома. Однако следует заметить, что если в Евангелиях от Марка и в Евангелии от Луке эта пара идет в очередности именно Левий, то есть Матфей-Фома, то в первом Евангелии очередность будет такой Фома-Матфей. Полагают исследователи, что автор первого Евангелия по смирению и по скромности ставит себя на второе место, хотя, возможно, в этой паре он был лидером. Также есть еще повествование о призвании сидевшего при сборе пошлин мытаря. В первом Евангелии он именуется Матфеем, а во втором и в третьем именуется Левием. Но поскольку события, предшествующие призванию и последующие, одинаковые, тождественные, мы говорим о том, что это один и тот же человек, и именно поэтому утверждаем, что автор первого Евангелия имел двойное имя – Левий Матфей. Но мы говорим о другом, о косвенном свидетельствовании, то, что автор первого Евангелия и является этот призванный, сидевший при сборе пошлин, человек по имени Левий или Матфей. Из чего это можно сделать вывод? Дело в том, что Евангелие от Марка и от Луки, описав призвание сидевшего при сборе пошлин Левия, тотчас начинает повествование о беседе Христа, о трапезе Христа в доме мытаря со многими мытарями, среди многих мытарей. И говорят о том, что эту трапезу, эту вечерю, в своем доме устроил именно призванный, сидевший при сборе пошлин Левий в благодарность Христу за то, что был удостоен великого апостольского звания. А вот в первом Евангелии мы этого не найдем. Там, после того, как будет написано о призвании мытаря Матфея, повествование начнется примерно с таких слов. «И когда Христос был в доме одного мытаря со многими мытарями, и дальше пошло повествование». То есть здесь мы видим, что призванный Матфей намеренно скрывает ту великую радость и счастье, который был удостоен посещения своего дома самим Спасителем мира. Еще что мы знаем об авторе. Древнейшее предание говорит нам о том, что в тот момент, когда апостолы, увидев гонение на Церковь Христову, почувствовали, что надвигаются тяжелые времена, они обратились к апостолу Матфею с просьбой оставить письменное повествование о совершенных событиях, о совершенных делах Господом Иисусом. И здесь мы вправе поставить вопрос, почему именно выбор пал здесь на Матфея. Полагаем, что поскольку прочие апостолы не имели такого образования, как имел Матфей, они были большей частью рыбаками и, скорее всего, неграмотными, а Матфей состоял на службе у римского государства и по всей вероятности сдал и законы того и другого государства, знал и язык один и другой и имел определенный уровень образования, то он, наверное, как никто другой мог справиться с этой, конечно, сложной задачей. Но сказав об этом, конечно, мы не должны выпускать из виду и другой момент. Наверное, очень наивно предполагать или полагать, что апостолы, попросив Матфея сделать записанное им повествование, удалились в те регионы, где им надлежало проповедовать, оставив Матфея с этой задачей один на один. Конечно, нет. Мы полагаем, что все вместе апостолы восстанавливали самое важное и необходимое, что должно было открыть человеку, как совершалось спасение, научить человека спасению. И Матфей был в этом смысле редактором, который записывал все то, что было необходимо записать. И, конечно, полагаем, что после того, как Матфей написал свой труд, все апостолы дали санкцию на использование этого Евангелия, познакомившись с этим Евангелием. Тогда мы можем сказать, что Первый Евангелие, Евангелие от Матфея, в определенном смысле, это первый соборный апостольский труд. Относительно адресата. Здесь практически все исследователи указывают на то, что Первое Евангелие было написано для Иерусалимской христианской общины. Да, действительно, мы не можем не сказать об этом. Устоявшееся предание в лице древнейших наших и мужей апостольских, и церковных апологетов говорит нам об этом. То, что касается цели Евангелия, помимо той глобальной цели, которую мы не можем не назвать, да, открыть человечеству то, как спасение было совершено, и научить человеку спасению, конечно, автор Первого Евангелия преследовал определенную цель. Если писал для Иерусалимской общины, то есть для христиан из иудеев, ему необходимо было засвидетельствовать то, что Иисус из Назарета есть истинный и обетованный Мессия. Именно поэтому Первое Евангелие нередко называют мессианским Евангелием. Относительно времени написания Первого Евангелия, здесь, по всей вероятности, наиболее достоверным является свидетельство Евсевия Памфила, епископа Кисарийского. В своей церковной истории Евсевий говорит о том, что Первое Евангелие Матфеем было написано в Восьмой год по Вознесению Христовым. То есть получается, что это где-то начало сороковых годов. Это действительно время очень непростое для церкви. Это действительно время, когда Евангелист Матфей еще находился в пределах Иерусалимской общины, как, впрочем, и другие апостолы. Еще одна гипотеза говорит нам о том, что Евангелие от Матфея было написано в начале 60-х годов. В пользу вот этого свидетельства, наверное, самым сильным является выражение, принадлежащее священному учнику Ирине Иллионскому, который говорит примерно так. В то время как апостолы Петр и Павел проповедовали в Риме, Матфей написал свое Евангелие на еврейском языке. Но поскольку Павел и Петр проповедовали в Риме в 60-х годах, мы, конечно, должны, соответственно, признать, что и Матфей написал свое Евангелие в 60-х годах. Но с другой стороны, ведь выражение священномучника Ирине Иллионского можно понимать и по-другому. С учетом того, что Ирине Иллионский жил через приблизительно 150 лет после того, как были написаны Евангелие, мы можем сделать поправку на то, что вот этот сложноподчиненный союз в то время как может обозначать не время, а место. Подобно тому, как мы нередко, ну, допустим, можем сказать, в то время, как преподобный Сергий подвязался на Маковце, преподобный Серафим Саровский нес свой подвиг в Розамасских лесах. Для нас ведь не будет значить это выражение, что святые отцы были современниками. И поэтому за выражением священномучника Ирине Иллионского в то время, как Петр и Павел проповедовали в Риме, а Матфей написал свое Евангелие на еврейском языке, может стоять простое утверждение, что если Петр и Павел проповедовали язычниками, то Матфей проповедовал иудеям или евреям. Но вопрос о времени написания в этом смысле до сих пор нерешенный. И современная, большей частью западная библеистика, конечно, полагает, что Матфей написал свое Евангелие в начале 60-х годов. Но повторимся, что общепринимаемое церковное предание здесь дает нам возможность принятия все-таки и первой точки зрения, за которую выступали и святитель Иоанн Златоуст, и Ориген, и Евсевий Памфил, и епископ Кисарийский. Теперь относительно тех особенностей первого Евангелия, о которых, наверное, нельзя не сказать. Они достаточно выпуклы в этом Евангелии, они отличают его от прочих трех Евангелий, и определяются эти особенности, конечно, тем, что, во-первых, евангелист пишет свое Евангелие для обращенных ко Христу иудеев, и, с другой стороны, то, что цель этого Евангелия — это показать, что Иисус из Назарета есть истинный обетованный Мессия. Конечно, особенностью номер один, и хочется заметить, что, зная особенности, иногда легче проникать в контекст самого Евангелия. Итак, особенностью номер один традиционно исследователи ставят обилие ветхозаветных цитат, цитат в Первом Евангелии. Прямых заимствований из ветхозаветного текста мы находим не менее двадцати. А если здесь приплюсовать еще и так называемые скрытые цитирования, то не менее шестидесяти мы найдем. Иными словами, получается, что все Евангелие от Матфея буквально испещрено ссылками на Ветхий Завет. Причем это не просто притянутые насильно какие-то тексты, подтверждающие то, что имело быть в евангельской истории. Нет, все, на что ссылается Евангелист Матфея, это действительно мессианские места, которые таковыми являлись у ветхозаветных иудеев. Особенность вторая — это наличие числовой символики в первом Евангелии, которое, как мы знаем, занимало не последнее место именно в мироощущении ветхозаветного, современного Христу иудейства. И вот те числа, которые проходят золотой нитью через все Евангелие, это число 7, число 3, число 14, они наглядно об этом свидетельствуют. Мы не случайно можем сказать, что Евангелие начинается с родословной, где буквально акцентируется внимание читателя на числе 14. Вот 14 родов от Авраама до Давида, вот 14 родов от Давида до плена Вавилонского и так далее. Причем для того, чтобы число 14 соблюсти, Евангелист Матфей вынужден даже некоторых из родственников, предков Христа опустить. О том, что значит число 14, мы в свое время поговорим при рассмотре самого текста, но вот здесь, в данном случае, для нас важно это число. Число 7 мы тоже можем увидеть в Евангелии от Матфея, на нем акцентирует внимание евангелист, например, когда апостол Петр скажет Христу, Господи, до семи ли раз мне прощать брату моему, на что услышит ответ Христа, не говорю тебе до семи, но до седмижды семидесяти раз. Иногда число 3, мы тоже видим, явно выделяется из числа прочих чисел, например, на слух, наверное, знакомый читателю притчи Христа, уподобилось царство небесной женщине, которая положила закваску в три меры муки, до тех пор, пока не вскисло все. Следующей особенностью Евангелия первого можно назвать практически отсутствие употребления имени Божия в этом Евангелии. Только в редких, исключительных, необходимых случаях мы найдем это слово, но большей частью это слово отсутствует, оно заменено другими словами, и это понятно, поскольку, когда евангелист Матфей писал свое Евангелие, это время, когда еще не упразднено, не упразднено было для христиан исполнение ветхозаветного законодательства, которое, как известно, имя Бога запрещало произносить. Поэтому в этом Евангелии мы не найдем термин «царство Божие», например, а найдем чаще всего употребление выражения «царство небесное». Причем здесь, под «царством небесным» мы должны понимать не только «царство Мессии», но именно как термин, заменяющий непосредственно само слово Бога. В этом Евангелии мы с вами не найдем объяснения установлений и обычаев институций иудейских. И отчасти это понятно в силу того, что читатели первого Евангелия знают об этих установлениях и обычаях и не нуждаются в том, чтобы Матфей им эти вещи описывал. Еще одной особенностью, наверное, которую нельзя не выделить, является то, что в Первом Евангелии делается особый акцент на апостоле Петре. Апостол Петр выделяется как беспрекословно, абсолютно лидер среди прочих двенадцати апостолов. Такие примеры, которые здесь можно было бы привести, достаточно яркие, наверное, следующие. Ну, во-первых, несмотря на то, что три евангелиста описывают бурю на море, когда Христос идет по воде, это после насыщения пяти тысяч, евангелист Матфей, евангелист Марк и евангелист Иоанн, только первый евангелист скажет, что навстречу Христу по воде идет и апостол Петр. В трех евангелиях мы найдем так называемое исповедание Петром и Иисуса Христом, Сыном Божиим. Вот если в евангелиях от Марка и от Луки это исповедание будет звучать очень просто и кратко, на вопрос Христа вы за кого меня почитаете, это в пределах Кесарии Филипповой, апостол Петр по Марку и по Луке скажет практически просто ты Христос или ты Христос Божий, то в первом евангелии это исповедание будет звучать так ты Христос Сын Бога Живаго. На что дальше? И это есть только в первом евангелии Петр сподобится услышать от Христа такие слова блажен ты Симон, сын Ионин, ибо не плоти кровь открыли тебе это, а Отец мой сущий на небесах, я с глаголю тебе ты Петр на сем камне сази жду церковь мою врата ада не одолеет ее и дам тебе ключи Царства Небесного и так далее. Только в этом евангелии, например, есть так называемое чудо со статиром. Это 17 глава, когда подходят сборщики Дедрахм и спрашивают Петра, не подаст ли учитель ваш на Иерусалимский храм. И вот то, что происходит дальше, конечно, выделяет Петра из числа прочих, поскольку Христос говорит ему, пойди и закинь удицу, достань рыбу, открой рот у нее, возьми изо рта статир и заплати за меня и за себя. Это настолько было для апостолов неожиданным, что они тотчас поставили даже перед Христом вопрос, кто больше в Царстве Небесном, завидуя апостолу Петру и не понимая, почему Христос его прочим апостолам предпочитает. Итак, мы видим, здесь делается определенный акцент на апостоле Петре и вправе поставить вопрос, почему? Почему он выделяется? Скорее всего, ответ на этот вопрос достаточно должен быть простым. В то время, когда евангелист Матфей пишет свое Евангелие, Петр является лидером христианской иерусалимской общины. Лидером таковым Петр являлся, конечно, в начале 40-х годов, что косвенно свидетельствует в пользу того, что не случайно Евангелие от Матфея поставлено нашей церковью в канон первым Евангелием, поскольку оно по времени написания тогда получается не просто первым среди Евангелий написано, но и вообще среди всех книг Нового Завета. Еще об одной особенности можно сказать, которую обычно обозначают так. Евангелист Матфей является систематизатором евангельских учений. Иными словами, здесь предполагают исследователи, что иногда автор Первого Евангелия поступается евангельской хронологией и хронологической последовательностью событий для того, чтобы объединить в цельные, законченные, завершенные, систематизированные блоки, которые дают читателю учения о нравственных условиях спасения. Именно этим, скорее всего, мы можем объяснить очень пространную Нагорную проповедь, Нагорную беседу в Евангелии от Матфея, которая содержится в конце 4, 5, 6 и практически всей 7 главе. Именно этим мы можем объяснить, наверное, целый блок притчей, цикл притчей о Царстве Небесном, который содержится в 13 главе, 7 притч идущих подряд. Вот в сравнении с другими Евангелиями мы говорим о том, что и Марк, и Лука свидетельство о другом. Эти беседы, из которых составлены у Матфея тексты, Христос произносил в разное время, перед разными людьми, по разным поводам. Но, поскольку мы можем этот момент оправдать, Евангелист Матфей уверен, что его читатель знает во многом евангельскую историю, как, что и где было, и его читатель интересуется именно условиями о спасении, он дает такие цельные завершенные учения, которые вкладывают в уста нашего Господа. И, наконец, последнее, о чем можно было бы сказать или порассуждать, это символ Первого Евангелия. Традиционно он называется как ангел или человек, но ангел, наверное, говорить не совсем корректно, поскольку ангелы в виде различных существ представлены у всех евангелистов, и тогда мы говорим о том, что символом Первого Евангелия является человек. Однако, ответить на вопрос, почему человек, и пытаясь, как это иногда делают, найти в Евангелии какие-то особые свидетельства то, что Иисус Христос есть истинный человек, у нас не получится. Другие евангелисты не менее свидетельствуют о человеческой природе Господа. Это евангелист Марк, допустим, который скажет, что Христос, устав во время бури, спит на возглавии на лодке. Это евангелист Иоанн, например, который скажет, что Христос прослезился на гробе Лазаря. Это, например, евангелист Лука, который скажет, что напряжение Бога-человека во время гефсиманского моления достигло такого пика, что капли пота падали, как капли крови. Скорее всего, мы должны подкорректировать наименование символа. Это не человек, а сын человеческий. Вот здесь может все встать на свои места. Мы сказали, что Евангелие от Матфея это мессианское Евангелие, а сын человеческий это один из мессианских титулов, который, как известно, был введен еще задолго до пришествия в мир Спасителя Ветхозаветными пророками. Особенно, конечно, это пророки из Икии или пророк Даниил, который дает нам видение о подобном сыну человеческому. Вот в данном случае, усвоив первому Евангелию этот символ сына человеческого, церковь Христова тем самым и свидетельствует для каждого из нас, что подтверждение тому, что Иисус из Назарета есть истинный и обетованный Мессия, тот священный царь от века ожидаемый, о котором говорили пророки, о котором ожидало человечество, является действительно таковым. Продолжение следует...